Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас 30 октября, остается до нового года 2 месяца. И я сегодня хотела бы показать вам, какие пряные культуры мы можем посеять в ноябре месяце, где-то числа до 20 ноября, желательно лучше 10-15 числа ноября посеять эти культуры. Для того, чтобы к новогоднему столу мы получили уже вот такую свежую ароматную зелень и витаминную. Базилик. Не весь базилик, конечно, подходит для выращивания в комнатных условиях, но карликовые сорта как нельзя лучше подходят для этих целей. Вот компания Агавриш нам фасует в одном пакете. Здесь два лежит пакетика. В одном пакете один сорт философ карликовый, фиолетовый, и второй василиск. Это зеленый карликовый базилик. Очень удобно. Можно посеять фиолетовый, можно зеленый, можно и тот и другой. То есть семена здесь не смешаны в пакете, они каждая идут в индивидуальной упаковочке. Сеем мы базилик неглубоко. Максимум 0,7 мм заделка семян в грунт. От 0,5 см до 0,7 мм. Но максимум самый, это 1 см присыпаем грунтом. Ни в коем случае не глубже, иначе семена будут очень долго сходить. Грунт не переувлажняем. Слегка увлажнили и накрыли пленочкой, либо какой-то прозрачной крышечкой. Емкости для выращивания вот этих культур, которые я сегодня покажу, не должны быть глубокими и не должны быть большими. Достаточно глубины емкости от 5 до 10 см максимум. В общем-то глубина вот этих емкостей. Также есть рубиновый карлик, базилик фиолетовый, есть василиска отдельно. В общем-то любой карликовый базилик подходит для выращивания в домашних условиях. Единственный момент, конечно, все эти культуры, которые я сейчас покажу, после того, как они взошли, им обязательно нужно много света. То есть мы их размещаем на подоконниках. Лучше будет, если это есть лоджия, либо балкон застекленный. То есть где нет высокой слишком температуры, но при этом достаточно освещения. Тогда наши культуры не будут вытягиваться и будут достаточно света получать и развиваться будут хорошо. Если на ночь обещают нам резкое понижение температур, в принципе эти емкости с балкона можно занести в помещение. Если вы живете в частном доме, то можно выращивать их на веранде, эти культуры, либо поместив их в теплицу. Особенно те регионы, в которых не суровая зима, не суровый ноябрь и декабрь, вполне можно выращивать в теплице. Если ожидается резкое понижение температур, можно в принципе поставить дуги и накрыть укрытым материалом, либо пленкой. Этого будет достаточно. Затем, значит, мы шпинат можем выращивать. Шпинат имеет крупные семена. Можно брать даже одноразовые стаканчики совсем маленькие и по одному семечку в каждый стаканчик высевать. Базилик мы можем сеять погуще, чуть погуще. Шпинат, конечно, нужно выдерживать расстояние между каждым семечком примерно 4 сантиметра, 3-4 сантиметра, для того, чтобы все-таки получить нам неплохую розеточку, чтобы не был он слишком мелким, но и также, чтобы обеспечить освещение. Кризантема узорчатая овощная. Буду обязательно сеять в этом году. Числа 10-го, наверное, займусь этими посевами. Также, как нельзя лучше, подходит для выращивания в домашних условиях. Руккола. Любые сорта рукколы подходят для выращивания в домашних условиях. Хризантема тоже овощная. Любые сорта, их несколько сортов, она тоже любая подходит для выращивания. В домашних условиях заделка семян тоже не глубже полусантиметра. Руккола ореховый вкус и деликатесная. На мой взгляд, вот это самые вкусные сорта. Я выращивала очень много, тестировала сортов рукколы, но на мой вкус, самые вкусные, это ореховый и деликатесный. Также сеем, можно сеять часто ее. В принципе, здесь уже не обязательно разреженные посевы делать. И также обеспечиваем освещением. Укроп. С укропом посложнее. Укропу нужно значительно больше освещения, чем остальным культурам, которые я показала. Но на балконах, также на застекленных балконах, либо лоджиях, можно его с успехом выращивать. Либо вот в теплицах. Укроп. Вот у меня еще просили сделать обзор по укропу. Какие укропы такие очень обильно лиственные, очень ароматные. Я хочу сказать, что если вы приобретаете у нас в магазине в нашем, в городском, либо в интернет-магазине в нашем, то у нас нет таких сортов укропа. Мы не заказываем их и не завозим, которые имеют мало листвы. И, в общем-то, в основном стволик имеет. У нас в основном новые вот эти сорта укропа, которые действительно обильно лиственные и очень ароматные. Один из моих любимых сортов это борей укроп. Укроп замечательную имеет зелень, очень хорошо отрастает после срезки. Но в домашних условиях, конечно, мы будем удалять с корешками, а не срезать. Борей укроп, мамонт великолепный, очень ароматный, очень обильно лиственный, замечательный укроп. Аллигатор всем известный, любимчик садоводов. Ришелье, прекрасный укроп. Геркулес, очень ароматный укроп. И также хочу сказать по луку. Вот часто у нас наши покупатели городские задают нам такой вопрос. Какие семена, каких сортов лука можно посеять в ноябре месяце, чтобы получить хорошую зелень к Новому году? Я хочу сказать вам сразу, семена никакие не нужно сеять к Новому году, вы не получите хорошее перо. Если вы хотите получить хороший зеленый лук к Новому году, то берем тоже неглубокие ящички, засыпаем грунт и просто размещаем на грунт луковицы. Можно взять любые самые мелкие луковицы, высадить и таким образом мы получим хорошую зелень к Новому году. Из семян вы никогда не получите хорошего пера к Новому году. Вы потратите только время, деньги и в общем-то получите тоненькие ниточки этого зеленого пера. Никому не советую тратить время, посев вот этого лука семенами. Смысла нет абсолютно никакого выращивать. Вот все остальное можно выращивать, что я показала. Также есть еще мини-салаты. Вот их тоже можно посеять. Либо листовые салаты. Также можно посеять в домашних условиях, но с учетом того, что освещенность будет достаточно хорошая. Если в квартире очень жарко, то, на мой взгляд, высевать эти культуры, наверное, нет смысла. Потому что у вас все будет очень вытягиваться сильно. То есть температура должна быть не выше 23 градусов. Тогда вы получите... Еще лучше, если будет до 20 градусов. Градусов 17-16. Тогда вот эти все культуры, которые я сейчас показала, они будут очень хорошие. Такие приземистые, крепкие. При этом хорошая будет масса вот этой зелени. Ну, за исключением базилика. Базилик, в принципе, любит очень тепло, теплое помещение. Вот базилик можно даже в самых жарких квартирах выращивать. Но за исключением... Вернее, с тем учетом, с тем условием, что освещение обязательно должно быть хорошее освещение. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok